Работу по уборке тротуаров от наледи и снега усилили коммунальщики. Ежедневно на очистке пешеходных зон задействовано 13-14 единиц техники и до 80 дворников. В их задачу входит снять слой наледи, обработать тротуары реагентами, убрать снежные накаты. Сегодня сотрудники департамента городского хозяйства выяснили, как выполняется эта работа в 6 микрорайоне. Вместе с коммунальщиками на место выехала и наша съемочная группа. Сейчас тротуар обработан, в ночную смену его снова прометут от образовавшейся каши. Именно так и действуют реагенты, растапливая слежавшийся снег и наледь и превращая их в снежную кашу. Ходить по такой дороге сложно, не скрывают в Алакжане. Сейчас каша была скользкая, не угодишь, что скользкая, то каша. Но это неизбежный переходный момент, поясняют коммунальщики. Как только реагенты сделали свое дело, в течение суток грязь и слякоть должны убрать с дороги специальной техникой. А потом все начинается по новой, пока тротуары не будут очищены до асфальта. По такому же принципу обрабатывают и проезжую часть. Посыпают песко-соляной смесью. С начала года использовали уже 8,5 тысяч кубометров реагентов. Как поясняют коммунальщики, сейчас пока нет обильных снегопадов. Самая благоприятная ситуация именно для уборки тротуаров от наледей. Ежедневно работает 13-14 единиц техники и 80 дворников. Также можно сосредоточиться и на вывозе снега. Мы усилили сейчас техникой уборки тротуаров. Почеклодник, как и вывоз снега. То есть, если раньше у нас был снег только в ночное время, то теперь еще и днем выводим одно-два. С начала этого года мы вывезли уже более 160 тысяч кубов. Насколько качественно и своевременно, компания «Магистраль» выполняет свои обязанности, контролирует городские власти. Ежедневно сотрудники Департамента городского хозяйства объезжают город, а раз в неделю проводят приемку выполненных работ. Сегодня на очереди 6-й микрорайон. Замечания есть. Замечания подрядчиков говорили, что в основном в местах пешеходных переходов, то есть волны снега еще должны убрать, еще не убраны. Это они в процессе уберут. Есть замечания, которые даны сутки на исправление. Если они за сутки исправят, значит, эта работа тоже будет принята. Если не исправят, значит, объем, возможно, будет снять. Снять объем, значит, заплатить только за те работы, которые заказчики, то есть городские власти, приняли. За плохую уборку улиц подрядчик расплачивается рублем. Такие штрафные санкции уже применялись в областной столице. Так, за уборку по итогам ноября город заплатил компании «Магистраль» на 5% меньше. Сейчас коммунальщики активно отрабатывают жалобы, которые поступили от Вологжан в январе. Их чуть больше 70. Самые проблемные улицы – это Псковская, Ярославская, Фрезиновская. Половина недоработок уже исправлена. Напомним, обращаться в Вологжане могут в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 72-35-53. Также ежедневные графики уборки размещаются на сайте Вологда Портал. Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда Портал.